Сегодня в Москве проходит большая пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам прошедшего года. У журналистов накопилось много вопросов. В главе МИД общение со СМИ уже длится два с лишним часа. На мероприятие приехали почти 500 человек из разных стран. В центре внимания, безусловно, напряженная обстановка на Ближнем Востоке и нестабильная экономическая ситуация. За пресс-конференцией следит Юрий Кучинский. Юр, на данный момент больше всего Лавров говорил о Сирии. О чем конкретно спрашивали журналисты? Ну, конечно, о перспективах развития сирийской ситуации. И Лавров, конечно, мог многое об этом сказать, потому что Россия, как известно, уже в минувшем году стала полноценным участником сирийского конфликта. И речь идет не только о наших летчиках, которые поддерживают правительственные войска. И, кстати, Сергей Лавров отметил, что при поддержке российской авиации ситуацию в Сирии удалось переломить. И действительно, в последнее время все чаще поступают сообщения о том, что войска Башара Асада освободили от террористов Фигилу один населенный пункт или другой. Но, в общем, это не единственная роль, которую Россия играет в Сирии. Россия также стала и серьезным участником политического процесса. Одной из тех сторон, которые будут определять политическое будущее Сирии после уже победы над террористами. Действия Воздушно-космических сил России в ответ на обращение сирийского правительства реально помогли переломить ситуацию в этой стране, помогли обеспечить сужение контролируемого террористами пространства. И в результате, между прочим, заодно существенно прояснилась картина происходящего. И стало видно, кто борется с террористами, а кто выступает в роли их пособников, пытаясь использовать их в своих односторонних эгоистических целях. Ну, вот как раз примерно по этому вопросу, кто борется с террористами, кто не борется, у нас возникают определенные разногласия с участниками западной коалиции, которые тоже вроде бы борются с ИГИЛом в Сирии. Ну, вот, например, это касается некоторых политических аспектов. Не все страны, которые сейчас завязаны в сирийском конфликте, например, признают сирийских курдов как серьезную политическую силу. И не все страны готовы курдов допускать за стол переговоров. Вот Сергей Лавров по этому поводу высказал серьезное недоумение. Якобы, по его словам, некоторые страны считают, что курды не борются с режимом Башара Асада. Но ведь они борются с ИГИЛ. И курды – это примерно 15% населения Сирии. И как их можно исключить из процесса определения будущего этого страны? И будущего этой страны наш министр иностранных дел, ну, как-то это вот очень его вопрос поразивший. Яна. Юра, я так понимаю, что спрашивали Лаврова не только о войне, но и о мире? Да, разумеется, потому что, конечно, в мире и есть экономический кризис, и отношения России с западными странами остаются довольно напряженными. С нас еще, например, ну, не сняли экономические санкции. Вот по этому поводу Сергея Лаврова также много спрашивали. Но вот что он подчеркнул, так это то, что отношения с любыми странами в мире не могут строиться так, вот в такой паре, как будто к России относятся как к младшему партнеру, интересы которого можно игнорировать. Наши западные коллеги иногда так запальчиво говорят, что с Россией больше бизнеса, как обычно, не будет. Я убежден, что это именно так, и здесь мы сходимся с ними. Больше не будет бизнеса, как обычно, когда нам пытались навязывать договоренности, которые учитывают прежде всего интересы либо Евросоюза, либо Соединенных Штатов, и убеждали нас в том, что это не нанесет ущерба нашим интересам. Эта история закончена. Ну и, конечно, обсуждалось и множество других вопросов от отношений с Японией до отношений с Канадой. Но об этом мы расскажем уже в следующем эфире, потому что сейчас пресс-конференция министра иностранных дел все еще продолжается. Яна. Спасибо, Юрий Кучинский. О пресс-конференции Сергея Лаврова по итогу прошедшего года.